Это больная тема. Больная тема, потому что развитие сейчас любого, скажем так, маломальски медийного человека, оно связано с жизнью в гаджетах. Мне иногда даже начинает казаться, что жизнь она существует либо вот в исключительно интимной личной сфере, когда ты дома в квартире находишься, или уже в инстаграме. Вот нечто среднего просто уже вот нет. Конечно, я вижу, как мой ребенок, четырехлетний, сейчас полностью владеет любыми уже гаджетами. То есть я сейчас борюсь за то, чтобы научить ее играть в нормальные физические игрушки. Вот в то время, как я в этом возрасте вообще даже не представлялась, что это такое. У меня появился первый компьютер в 10 лет, и я его самолично освоила. Сейчас это все поменялось. Вот все встало ровно с ног на голову. Вот, с другой стороны, мнение моих родителей, которые говорят, что это прям архивредно. И нельзя так делать, нельзя ей вообще ничего давать. Вот моей дочери, да, нельзя давать гаджетов. Я считаю, что надо искать какую-то середину. Потому что если она будет жить совсем в отрыве от этого, она будет социализироваться плохо. Потому что я же не могу прогнуть весь мир, да, про себя, под себя. С другой стороны, прогибаться под него тоже не хочется, потому что я не хочу лишать своего ребенка тех удовольствий, которые я имела в детстве. Бегать не по двору, да, и там игры в настоящие куклы. А не в то, что она там видит на экране. И все это виртуально теперь делает. Вот. В общем, мое мнение, что это золота середина forever.